Это великая милость, что я могу донести вам это священное слово, которое мы должны с вами, братья, все любить. Потому что это слово, если мы его открываем, если мы его познаем, оно непростое. Ибо слово Божие живое и действенное, и острее всякое меча во его рост. Оно проникает на разделение души и духа, составов и мозгов. И судит помышление и намерение сердечное. Еврея 4.12. Вот это священное писание, мы все должны, дорогие с вами, знать, что оно будет нас судить в последний день. И мы должны руководствоваться этим священным писанием. И тогда правильно, как сказал Батюшка, что у нас будет с вами пребывать в сердце любовь. Любовь к тому ближнему, к которому мы будем видеть образ Божий. Потому что мы все созданы по образу подобии Божьей. Эта великая милость будет пребывать в нашем сердце. И мы будем просить у Господа все это благодати, чтобы эта сила пребывала в нас. И исполнять то, что Господь оставил через свое слово. Если же мы не будем прибегать к этому светильнику, который нас освящает, нашу дорогу, путь. А сам Христос сказал в Евангелии Атрана 14.6. Я есть путь, и истина, и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Поверьте, что Христос умирает за весь род человеческий. Он проливает великую кровь за всех нас. Сам был безгрешен. Он пришел для спасения нашего. Мы должны это всегда пребывать. Это в сердце, чтобы у нас не отходило от этого, что Христос умер лично за Меня. И тогда будем мы пребывать. Имейте мир со всеми и святость, без которого никто не увидит Господа. Евреям 12.14. Пребывайте в любви. Имейте общую семью. Вы знать должны нужды друг друга. Кто-то заболел из братьев ваших. Вы включаетесь в молитвы. Вы включаетесь в помощь какой-то нуждающейся. Может, у него даже средств нет, чтобы купить, допустим, лекарства. Вы должны знать. Потому что вы одна семья. Вас объединил наш Спаситель. Понимаете? Мы находимся в церковной грани. Если бы, конечно, была возможность еще собраться. И если у вас есть занятие по Слову Божию. Я бы, конечно, сказал вам еще проповедь, которую я приготовил лично. И для вас, и для всех. Я всегда стараюсь это доносить. Как мы должны любить Слово Божие. Да не отходится, я книга закона, от уст твоих. Но получайся в ней день и ночь. Да вы в точности исполняете все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях. И будешь поступать благоразумно. Иисус Навин один в вас. Любите Слово Божие. И исполняйте все, что там написано. Тогда вы будете пребывать в любви, к Богу, и в любви к ближнему. Простите меня ради Христа. Христос воскресе! Спасибо, Господи. Божьего благословения всем. Благодарю.